Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги Паралипоминон. И сегодня мы будем читать шестую главу этой книги. «Тогда сказал Соломон, Господь сказал, что он благоволит обитать в Амгле, а я построил дом в жилище тебе, святой, место для вечного твоего пребывания». На самом деле, вот этот вещественный храм будет разрушен. И даже тот второй храм, который будет построен на этом же месте, он тоже будет разрушен. Кстати, по мистическому стечению обстоятельств и первый, и второй храм были разрушены в один и тот же день. Девятый Аббак. То есть, этим самым Господь как бы указал, что причина как бы одна. Почему он это попускает? Это небрежение народа о святыне. А в случае с разрушением второго храма, небрежение народа о святыне дошло до того, что они распяли сына Божия. Соломон обращается к народу своему с речью. «И обратился царь лицом своим и благословил все собрание израильтян. Все собрание израильтян стояло. И сказал, благословен Господь Бог Израилев, который, что сказал устами своими Давиду, отцу моему, исполнил ныне рукою своей». Он говорил, то есть, Он с того дня, Господь говорил, «С того дня, как Я вывел народ Мой из земли египетской, Я не избрал города ни в одном из колен Израилевых для построения дома, в котором пребывало бы имя Мое, и не избрал человека, который был бы правителем народа Моего Израиля, но избрал Иерусалим». «Чтобы там пребывало имя Мое, и избрал Давида, чтобы он был над народом Моим Израилем». Действительно, подлинное любовное чувство может возникать между личностью и личностью. Но нельзя же там любить электричество, любить воду. Господь есть личность, и Давид есть личность. И те взаимоотношения, которые между Богом и Давидом, это все очень личностно. «И было на сердце у Давида, отца моего, продолжает уже Соломон, после слов Господа, которые он озвучил, и было на сердце у Давида, отца моего, построить дом имени Господа, Бога Израилева. Но Господь сказал Давиду, отцу моему, у тебя есть на сердце построить храм имени моему? Хорошо, что это на сердце у тебя». То есть Бог судит намерение. Давид не построит храм. Но намерение такое было. И благое намерение – это уже благо. «Однако не ты построишь храм, а сын твой, который произойдет из чесел твоих. Он построит храм имени моему. И исполнил Господь слово свое, которое изрек. Я вступил на место Давида, отца моего, и воссел на престоле Израилева, как сказал Господь, и построил дом имени Господа, Бога Израилева. И я поставил там ковчег, в котором завет Господа, заключенный им сынами Израилевыми». Значит, мы видим, что Соломон благословляет народ. И древнехристианский экзегет Ишудат Мерфский в своих комментариях пишет. «Когда царь молился и благословлял народ, он стоял на медном амвоне, высотой в пять локтей, шириной в два локтя. Он поднялся туда по лестнице. Все цари стояли на нем, когда нужно было обращаться к народу. Вот почему Писание говорит и видит, вот царь Иодай стоит на возвышении по обычаю». То есть Соломон вещал все эти слова с особо возвышенного места, потому что помазание царское превозносит царя как правителя над всеми его людьми. Но само царское служение не является исключительной привилегией этого человека. Скорее, царское служение накладывает большую ответственность на этого человека, чем сообщает ему большее количество каких-то привилегий. «Исполнил Господь слово свое, которое изрек. Я вступил на место Давида, отца моего, и воссел на престоле Израилева, как сказал Господь, и построил дом имени Господа Бога Израилева. И я поставил там ковчег, в котором завет Господа, заключенный им сынами Израилем». И далее Соломон произносит известную свою молитву, которую мы достаточно подробно исследовали в наших беседах на третью книгу царей. Это молитва. Она здесь присутствует с 12 стиха и по 42 стих до конца. В христианской православной традиции темы из этой молитвы берутся для чтения молитвы на освящение храма, любого православного храма. И вот те темы, которые излагаются в этой молитве, они как раз присутствуют в этих молениях. Мы остановимся только на части этой молитвы. То, что будет нам очень понятно, это 36 стих и ниже. Здесь говорится о том, как Бог восстанавливает отношения с теми верующими, которые согрешают. «Когда они согрешат пред тобою, ибо нет человека, который не согрешил бы», молится Соломон, «и ты прогневаешься на них и предашь их врагу, и отведут их, пленившие их, в землю далекую или близкую. И когда они в земле, в которую будут пленены, войдут в себя и обратятся, и будут молиться тебе в земле пленения своего, говоря, мы согрешили, сделали беззаконие, мы виновны. И обратятся к тебе всем сердцем своим и всей душою своею в земле пленения своего, куда отведут их, в плен, и будут молиться, обратившись к земле своей». Мы знаем, что пророк Даниилка молился. Он открывал окна в сторону Иерусалима, в сторону храма, хотя Иерусалим и храм были тогда разрушены. «Обратившись к земле своей, которую ты дал отцам их, и городу, который избрал ты, и к храму, который я построил имени твоему». Кстати, Иона, пророк Иона в очреве кита молился, обращая свой взор к храму. Это видно как раз в редакции греческой септуагинты, книги Ионы, пророка. «Тогда «Услышь с неба», восклицает Соломон, «с места обитания твоего молитву их», то есть покаянную молитву, «и прошение их, и сделай, что потребно для них, и прости народу твоему, в чем они согрешили пред тобою». Вот в этой молитве Соломона, в этой части его молитвы реально говорится о человеке, что человек не может не согрешать, потому что в результате грехопадения грех стал как бы такой повседневной реальностью, ибо нет человека, который не согрешил бы. Эту мысль очень хорошо развивает в своих посланиях апостол Павел, особенно в послании к римлянам. Но согрешив, человек имеет шанс восстановить отношения с Богом. И когда он обращается своим сердцем в сторону к храму, а какой храм должны иметь мы, христиане, обращаясь с покаянной молитвой к Богу? Иерусалимский? Нет. А его нет. Там мечеть Амара, златокупольная. К ближайшему приходскому храму. Нет. Храм – это образ Христа. Ведь когда храм освящают, божественное присутствие наполняет его. Но храм-то вещественный, как и во Христе, вещественная человеческая природа и божественная в единую ипостась. В единую ипостась. Он и есть наш храм. Как он и говорит, раздружьте храм сей. Он говорит о своем теле. И я в три дня воздвигну его. То есть через три дня после смерти я воскресну. Поэтому наша молитва покаянная обращена к Христу и через Христа к Богу Отцу. А Христос вечный ходатай закающихся грешников. Как и сказано в Писании, един ходатай, един посредник между Богом и человеками человек Христос. Иисус. Далее мы читаем. Боже мой, это уже окончание молитвы Соломона, да будут очи твои отверстые и уши твои внимательные к молитве на месте всем, и ныне, Господи Боже, встань на место покоя твоего, ты и ковчег могущества твоего, священники твои, Господи Боже, да облегутся во спасение, и преподобные твои да насладятся благами. Господи Боже, не отврати лица помазанника твоего, помяни милость к Давиду, рабу твоему. А здесь мы видим, Соломон ходатайствует за умершего отца. Помяни милости к Давиду, рабу твоему. Как и сам Бог, не стыдился называть себя Богом умерших, я Бог Авраама, я Бог Исаака, я Бог Иакова, ибо в Боге все умершие живы. Так и мы в церкви настаиваем, что смерть не отлучает человека от церкви, просто он переходит из состояния земной церкви в церковь небесную торжествующую. Действительно, заслугами святых, которые приносят благословение до тысячи родов, мы существуем. И действие Соломона, его молитва, где он говорит, когда небо заключится, не будет дождя, мы будем молиться в храме. Когда голод будет на земле, или язва моровая, мы будем молиться в храме. И здесь вот 32-й стих, он говорит, даже и иноплеменник, то есть не еврей, который не от народа твоего, Израиля, когда он придет из земли далекой ради имени твоего, и ради имени твоего великого, и руки твоей могущественной, мышцы твоей простертой, и придет и будет молиться у храма сего, 33-й стих, ты услышь с неба, с места обитания твоего, и сделай все, о чем будет взывать тебе иноплеменник. Ибо все народы земли узнали имя твое, и чтобы боялись тебя, как народ твой Израиль, и знали, что твоим именем называется дом сей, который я построил. Итак, мы сегодня изучали шестую главу, где вот эта удивительная молитва, но по тексту этой молитвы мы беседовали и при изучении третьей книги царей, и в следующий раз, когда мы будем с Божьей помощью читать седьмую главу, там продолжается вот эта тема освящения храма, и потом рассказывается, как Господь вновь является к Соломону. селомону. Соломоно. Соломоно. Соломоно.